Героиня этого репортажа – жительница Бишкека Ольга Журба. Много лет она борется в судах за свое наследство. Две однокомнатные квартиры, одна в пятом микрорайоне, вторая в микрорайоне Аламидин-1. История эта началась 8 лет назад, после смерти пожилой родственницы Ольги, 66-летней Людмилы Николаевны Журба, владевшей обеими квартирами. Моя бабушка умерла в 2015 году. Получается, мой отец подает документ о том, чтобы вступить в наследство. Он идет в госнотариус. Там говорят о том, что уже в наследство вступили. И вступила Тюлигенова Аджар. Завещание на имя другого человека было подписано еще в 2007 году. Якобы покойная Людмила Николаевна обязалась передать обе свои квартиры некой Тюлигеновой Аджар. Женщина эта несколько лет снимала одну из упомянутых квартир в пятом микрорайоне. Бабушка в 2007 году, когда Аджар в 2007 году стала у нее жить, она вот ей так бац в голову щекнула, и она решила, отдай-ка я ей подпишу документы. Родственники умершей женщины бросились изучать документы, обратились в правоохранительные органы. В итоге экспертиза установила, подпись бабушки на завещании была умело подделана неизвестными лицами. В 2018 году назначается почерковеческая экспертиза, комиссионная экспертиза, экспертиза с участниками сотрудников, то есть экспертов ГКНБ, которые вот она, которые четко сказали, что это хорошо выполненное подражание. То есть в завещании от имени Журба Людмилы Николаевны и в журнале регистрации нотариальных действий у государственного нотариуса бабушка Журба не подписывала, подписывал кто-то за нее и хорошо выполнил подражание. Из заключения судебно-почерковеческой экспертизы от 5 декабря 2018 года исследуемые подписи от имени Журбы Людмилы Николаевны, расположенные в завещании от 28 марта 2007 года на странице 23 реестра для регистрации нотариальных действий государственного нотариуса, выполнены не Журбой Людмилой Николаевной, а другим лицом с подражанием подлинным подписям Журбы Людмилы Николаевны. Результаты экспертизы приобщили к материалам уголовного дела. К ответственности была привлечена государственный нотариус, причастная к подделке завещания. Уголовной ответственности она избежала за истечением срока давности, однако вину ее суд признал. Следователь ГУВД города Бишкек выяснил, установил, что в журнале регистрации, вот журнал регистрации нотариальных действий государственного нотариуса Мусаевой, за одним номером проходят две сделки, что само по себе незаконно. То есть за номером 837 проходит сделка завещания от имени Журба Людмилы Николаевны, где уже экспертиза показала подпись не ее. И за этим же номером на другой странице проходит другая сделка 837 от этого же числа. Дальше выясняется, что, оказывается, к завещанию, когда завещание выписывается, к нему должна быть приложена квитанция об оплате государственной пошлины. Там две квитанции, 5 сумм и 45 сумм. Суммы небольшие, но к завещанию журбы Людмилы Николаевны была приложена квитанция от имени некой Богородской, которая сделала оплату по этой квитанции за неделю до составления завещания от журбы. В этот день, когда Богородская вносит эти наличные по квитанциям, она, оказывается, выписывает свое завещание. По данному уголовному делу по Мусаевой я признана потерпевшей после смерти моего отца Журба Владимира Ильича по постановлению суда. Но на эти обстоятельства никто не обращает никакого внимания. Даже более, я вам скажу, что я обращалась к президенту Кыргызской республики уважаемому Садыру Нургуджевичу Джапарову. После моего обращения к президенту это не только не помогло, но и началась полная вакханалия как в прокуратуре, так и в следствии. Непонятно, почему дело из Октябрьской прокуратуры, где она находилась территориально, была городская прокуратура перекидывает дело в Свердловский район. Мне, как потеперший, никто ничего не объясняет, да? Говорят, что якобы по жалобе Тюлюгенова. Но возникает вопрос, а кто такая Тюлюгенова? К уголовной ответственности ее не привлекали. Никаких следственных действий Октябрьский УВД не успел провести. Даже наши ходатайства не были рассмотрены. Но тут же следователь Свердловского УВД Аман Алиев Абдурахман выносит почему-то постановление и прекращает уголовное преследование адвоката Тюлюгеновой. Судебные разбирательства основным ответчикам, в которых выступила Тюлюгенова Аджар, ни к чему не привели. Несмотря на факт подделки завещания, несмотря даже на то, что покойная Людмила Николаевна страдала серьезными психическими расстройствами и была недееспособна, что ставила бы под сомнение любой подписанный ей документ. Моя бабушка была психически больным человеком. Это доказано всевозможными судебными экспертизами, судебно-психиатрическими экспертизами, которые были проведены также посмертно. Она никогда не была простым таким человеком. У нее всегда было много таких особенностей, не совсем здоровых и абсолютно не здоровых, так скажем. Показаний свидетель очень много. Дело в том, что бабушка Журба покойная, она была не просто больной, больным человеком, она была психически больной. У нее была паранойя. Паранойя, то есть у нее было бредовое расстройство. И она, знаете, вот это синдром Плюшкина. Она ходила по помойкам, собирала по помойкам, все тащила к себе домой. Дома все это, никому двери не открывала. Она постоянно чувствовала опасность. И у нее было опасение, согласно, у меня есть выписка ее, именно по ее болезни, что она именно чувствовала опасность именно от родных, близких и знакомых людей. Из заключения судебно-психиатрической экспертизы Журба Людмила Николаевна не отдавала отчет своим действиям в период составления завещания в пользу Тюлигеновой АТ, а именно 28 марта 2007 года. В 2019 году по ходатайству Тюлигеновой и ее адвоката, кстати, именитого адвоката, Расулова Дельшота, «Арабий Групп», у него компания очень большая, очень именитая, именно они ходатайствуют и назначают повторную экспертизу через Генеральную прокуратуру. И эта экспертиза также подтверждает, что это хорошо выполненное подражание. Данная экспертиза проводилась с участием и Тюлигеновой, и Расулова. То есть никаких там, они не могут сказать, что она была незаконна. В дальнейшем следователь допросил этих экспертов. Эксперты доказали, почему они сделали такие заключения. То есть вообще никаких нарушений здесь не было. Наличие всех доказательств и результатов экспертиз, однако, ничего не изменило. Тюлигенова АДЖАР по-прежнему владеет обеими квартирами на основании подложного завещания. Более того, на сегодня она уже продала одну из квартир, а вторую сдала в аренду, добившись не только снятия ареста, но и признания того, что она якобы законная владелица квартир. Судья, он просто выносит постановление и снимает арест. Но самое интересное, вот неужели вот так вот у нас в государстве можно? Я на самом деле в шоке. Судья Свердловского района, следственный судья, выходя за все рамки, за все рамки заявлений, за все рамки своих должностных полномочий, за все, он выходит и выносит постановление, не просто снимает арест с этих квартир, а он пишет, он дает установку, он выдает решение, он меняет трактовку другого решения Октябрьского районного суда и говорит, что Тюлигенова законно вступила в наследство, что Тюлигенова законно получила свидетельство о наследстве, что Тюлигенова законно продала квартиру. То есть суд установил, что она, так как она законно Тюлигенова получила это все, она законно продала это все, то есть она ей куплю продажу туда же, установил законность куплю продажу. Это как вообще? Это говорит следственный судья, который просто должен был сказать, есть возможность снять арест? Невозможно снять арест. Ни в одном решении судов не сказано, что завещание подлинно, и ни в одном решении судов не сказано, что действия адвоката Тюлигеновой законны. То есть где он это взял? То есть вот это решение, да, там ничего про подлинное завещание, про то, что ее действие нет, но он трактует так, как ему хочется. Непонятно вообще, почему прокуратура, РОВД, а главные судьи идут на поводу незаконных действий адвоката Тюлигеновой и ее адвоката Дельшота Расулова. Подделка завещания доказана экспертизами. Они законны, прошли по суду. А самое главное, простой вопрос, кому это выгодно? Кто получил выгоду от этого поддельного завещания? В чьих интересах была подделка завещания? Почему завещание было подделано именно в пользу адвоката Тюлигеновой? Где нотариус Мусаева тогда взяла данные Тюлигеновой Аджар, если завещание было в ее интересах? И главный вопрос, кому это выгодно? Почему же суды не принимают во внимание собранные доказательства? Потерпевшая сторона уверена, что у Тюлигеновой Аджар есть свои рычаги воздействия на судебную власть. И это не случайно, так как сама она действующий адвокат и хорошо знает, как повлиять на систему. Получается, что Тюлигенова, являясь адвокатом, она пользуется тем, что она адвокат, пользуется тем, что у нее есть связи, пользуется тем, что у нее есть возможности. И просто сейчас, на сегодняшний день, она решает судьбу этих квартир, судьбу этого завещания. Не по закону, на основании вот этих экспертиз, на основании фактов, доказательств, а именно на основании того, что кто-то чем-то ей помогает. Мы связались с самой Тюлигеновой Аджар, и вот что из этого вышло. Пусть она покажет документ, который показывает, что я незаконно чем-либо завладела. Наоборот, суды установили, что у меня законное основание это владеть данным имуществом наследственным по завещанию. И, во-первых, во-вторых, наоборот, ее суд установил, грубо говоря, не надлежащий наследник. Наших родственников это тоже сомнительно, потому что они через суд установили родственные отношения, какие-то двоюродные, проюродные, племянники, но при этом письменных, архивных документов из акта нету. Только на свидетельских показаниях. Это они тоже могут... Я тоже считаю, что решение суда сомнительное, потому что так не должно было быть. Архивный документ все равно должен был быть. Этого документа нет в деле, во-первых. Во-вторых, я являюсь бабушкой, а я еще, будучи девочкой, молодой девушкой, 25 мне было лет, снимала квартиру у нее. И когда в 2005 году я решила уйти, так как замуж выходила уже в этом году, я ее предупредила, что можете искать других квартирантов, так как она предпочтение отдавала девушкам, чтобы мужчины не жили. И она тогда сказала, я тебе оставляю квартиру, мне есть завещание. Это так ставила, вот. Копию зала на это завещание. Я и осталась у нее. После этого завещания она еще до 15-го года жила. Завещание она сделала, оказывается, в 2007 году. Я с ней не ходила на заряд. Я даже не знала, кто же это сделал. Она сама мне просто принесла это завещание в 1965 году. И просила остаться в ее доме. Помогала в каком плане? Она просила продукты на зиму купить, картошки или лекарства что-нибудь принести из аптеки. А летом она, весной, летом она очень нормально ходила и сама все покупала. А вот зимой, она говорила, скользко, и поэтому я привозила. Что-нибудь нужно будет. Конечно, она, если помощь нужна, я помогала, оказывала помощь, ухаживала, конечно. Вот смотрите, в 2003 году, когда ее мама умерла, это еще до моего знакомства, это я с ней познакомилась в 2006 году, я сняла квартиру у нее, в 5-ом микрорайоне. В 2003 году она купила наследство на свою квартиру, то есть на эту квартиру, которая от матери осталась. И она все расписывала, все получала. То есть, когда принимала имущество, то есть она адекватная была, нормальная. А вот теперь вот эта журба Ольга обвиняет меня, якобы, когда писала за обещание, что она не отвечала за свои действия. Ну как так может быть? Когда один документ пишет, отвечает за свои действия, когда принимает имущество, а когда обсуждает, что уже не ответственно, не здесь способна, что ли. Вот к логике нет никакой. То есть она не платила почту, не платила телеком, то есть все это сама хотела. У меня есть свидетели, все могут подтвердить. Я неоднократно задавала этот вопрос. Вот честно. Я задавала вопрос это всем. Я ходила в Генеральную прокуратуру, я ходила к начальнику отдела 8-го управления. Я везде ходила, я везде спрашиваю, ребят, если можно пользоваться по поддельному завещанию, вы просто скажите нам, что да, можно. Это закон. Что в нашем государстве можно подделать завещание от кого-либо и пользоваться, несмотря на факты и доказательства. И мы отойдем в сторону. Я говорила и в Городской прокуратуре прокурору города, и в Генеральной прокуратуре. Если уважаемый наш Генеральный прокурор Зулушев или уважаемый наш Ташиев вызовет меня и скажет, Федорова, да, у нас в государстве по поддельному завещанию можно пользоваться чужим имуществом. Честное слово, мы с Ольгой просто отойдем и больше никогда не вспомним эту тему. Редактор субтитров А.Семкин